Источник поляризованных ионов Источник поляризованных ионов достаточно сложное инженерно-физическое устройство. Принцип его действия можно пояснить на примере формирования пучка поляризованных диетронов. На вход источника подается газ диетерий. Дальше есть ячейка, в которой молекулы этого газа диссоциируют на атомы. Дальше эти атомы, поток атомов поступает в область сильно неоднородного магнитного поля, где за счет эффекта Герлаха-Штерна пучок разделяется на три компоненты. Компоненты с требуемым типом поляризации направляются в ячейку, где за счет взаимодействия с высокочастотным полем происходит обмен спинами между электронами, на оболочке атома и спинам ядра. И последний этап, полученный пучок поляризованных атомов, подвергается ионизации в плазменном ионизаторе. Плазма зажигается в атмосфере водорода. Если хочется получить поляризованные протоны, то на вход источника подается обычный водород, а в качестве вещества, обеспечивающего ионизацию в плазме, используется диетерий. Таким образом, удается получить достаточно чистый пучок на выходе либо поляризованных протонов, либо поляризованных диетронов. В принципе, такой источник может быть использован также для получения пучка поляризованных ионов гелия-3, но ожидаемая интенсивность при этом будет намного ниже. И в зависимости от требований физического эксперимента такой режим, в принципе, тоже возможен к осуществлению. Принцип действия такого источника был предложен в Институте ядерных исследований в городе Троицке, в Институте Академии наук. Несколько таких источников было изготовлено для зарубежных научных центров. И на основе опыта работы этих источников и при участии непосредственных разработчиков этого источника и принципа действия этого источника такой источник был создан у нас. Основное достоинство этого источника это достаточно высокий импульсный ток. Он обеспечивает примерно 10 мА тока поляризованного пучка. Ну и цифра 10 мА, наверное, уже несколько раз звучала в моей лекции. Это примерно тот ток, который необходим для инжекции в нуклотрон, для эффективного использования его фазового объема, его вакуумной камеры. И источник поляризованных частиц был использован уже в двух сеансах работы нуклотрона, показал достаточно хорошие параметры. По интенсивности ускоренного пучка пока проектные параметры не достигнуты, но известно пути направления, по которым можно это обеспечить. Требования с точки зрения поляризованной программы проекта НИКа нужно получить уже ускоренный в нуклотроне пучок с интенсивностью больше 10 десятой частиц за импульс. Интенсивности источника вполне хватает. Для производства легких ионов другого типа можно использовать разные источники. Например, исторически в нашей лаборатории еще в 70-е годы были созданы несколько лазерных источников для производства легких ионов. Что такое лазерный ионный источник? Это лазер с оптической системой. Лазерный луч направляется на твердую мишень. Лазерное излучение используется для испарения мишени. Дальше за счет лавинной ионизации в этой мишени возникают ионы в разном зарядовом состоянии. Эти ионы в области расширения плазмы образуется плазменный столб. Этому плазменному столу дают продрейфовать какое-то время в области расширения плазмы. Дальше стоит устройство, которое сепарирует получившиеся зарядовые состояния ионов, выделяет требуемое. И дальше стоят устройства для вывода ионов и обеспечения параметров, необходимых для согласования с последующими устройствами. Чтобы получить определенный спектр зарядовых состояний, необходимо правильно подобрать мощность лазерного излучения. И лазерное излучение при определенных условиях в образовавшейся плазме производит ускорение электронов до несколько сотен килоэлектронвольт. И уже электроны в плазме получают требуемое зарядовое состояние. И чем выше мощность лазерного излучения, тем больше зарядовое состояние можно получить. Чтобы источник в принципе работал, минимальное пороговое значение плотности излучения, это примерно 1 мегаватт на квадратный сантиметр, что достаточно просто получается у современных лазеров. Первые источники ионов, лазерные источники ионов в нашем институте работали на газовом лазере, на углекислом газе. К настоящему времени технологии производства лазеров достаточно развились, и новый источник ионов, который будет использоваться в проекте НИКО, уже основан на твердотельном лазере, на неодим-гранатовом лазере, который серийно производится в Великобритании. Полная энергия в импульсе лазерного излучения составляет примерно 2 джоуля, длительность импульса 7-8 наносекунд, и это соответствует примерно 5 на 10-12 ватт на квадратный сантиметр. То есть примерно 6 порядков выше той пороговой величины, которая необходима для работы лазерного источника. Лазерный источник достаточно прост по конструкции. Основные элементы этого источника располагаются при нормальном атмосферном давлении. В мишенной станции располагается рабочее вещество. Например, в случае производства ионового углерода, это стержень из графита. Основной недостаток лазерного источника – это разброс интенсивности пучка, получаемого от импульса к импульсу, который, в принципе, может составлять до низких раз. И это связано с процессом самого испарения мишени и процессом формирования плазмы. При этом лазерный источник способен давать достаточно большие импульсные токи. И, например, полностью ободранных ядер углерода можно получить с использованием того лазера, который у нас есть, примерно 30 мА при длительности импульса 2,4 микросекунды. Такой источник использовался на основе твердотельного лазера, уже использовался в сеансе работы нуклеотрона. И этот же источник использовался для тестирования тяжелоионного линейного ускорителя. При этом он производил ионы углерода в зарядовом состоянии плюс 2, не полностью ободранные ядра. Углерод в зарядовом состоянии плюс 2 соответствует примерно тому же отношению заряда к массе, что золото в зарядовом состоянии плюс 31. Для производства интенсивных пучков более легких элементов у нас на ускорительном комплексе используется и планируется к использованию источник типа дуоплазматрон. Это один из тех источников, которые... Я все-таки физик молодого поколения, и мне они представляются как то, что существовало испокон веков. И даже трудно себе представить, что это кто-то мог изобрести. Это как квадрупольная линза или поворотный магнит. То есть это некое природное явление. Несмотря на это, такого типа источник был изобретен вполне конкретным человеком. Это Манфрид фон Ордане. Сразу после Второй мировой войны, примерно в течение 10 лет, он работал в Советском Союзе по контракту. Занимался он методом электромагнитного разделения изотопа урана. И за реализацию этого метода он в конце концов удостоился Ставинской премии. И вот для получения интенсивных пучков урана он изобрел новую разновидность ионного источника. В чем достоинство этого источника? Ну, во-первых, в нескольких словах принцип действия. В рабочую область поступает газ. Этот источник работает в основном на газовых смесях. Поступает газ. Если, например, это нужны ионы урана, то поступает одно из соединений урана, который имеет газовую фазу. Ну, а вообще такие источники в основном используются для протонов и дейтронов, альфа-частиц. И тогда поступает просто водород диетерий или гелий. Зажигается плазма в скрещенных электрическом и магнитном поле. Дальше эта плазма поступает в специальную ячейку, где она нормализуется, устанавливаются ее параметры. И уже из этой ячейки вытягивается ионы требуемого сорта. Такие источники способны давать токи заряженных частиц вплоть до нескольких ампер. И они достаточно просты по конструкции, по технологии изготовления и являются одними из незаменимых элементов. И вот такого типа источник перекрывает все потребности нашего комплекса по ускорению обычных протонов, неполяризованных протонов, дейтронов. И может быть, что наиболее важно, для ряда экспериментов нужны ускоренные альфа-частицы, то есть ядра гелия. Вот можно пробовать в дуаплазматроне получать ядра гелия, которые недоступны в других типах источников, типа лазерного. Потому что нет твердых мишеней, содержащих в достаточном количестве гелий. Продолжение следует...